Значит, еще одна презентация, такая уже чуть более приближенная к реальности. Предыдущая она была тоже реальная, но скорее такая высокоуровневая, подготовленная чиновникам из мира, там, Организации Объединенных Наций. Но здесь уже человек, который чуть ближе к реальности, то есть инвестор, ментор, как он сам себя называет, адвайзер и так далее и тому подобное. То есть такой человек, который там советует, куда вкладывать деньги. Вот, то есть такой ближе к бизнесу уже. Вот, соответственно, тоже взгляд на искусственный интеллект. Тут, правда, даже больше говорится про машинное обучение, но в том числе он говорит про, опять-таки, ландшафт искусственного интеллекта. Вот посмотрим еще на его сейчас, как он смотрит на все, что происходит вокруг. Тоже не могу сказать, что там я долго искал кого-то, да, чью презентацию просто попалось на глаза. Показались интересные картинки. Соответственно, сейчас посмотрим, что вот данный товарищ, как он смотрит на искусственный интеллект. Ну, опять же, тут он, так у него в заголовке написано «машинное обучение», да, он пытается тут объяснить, что машинное обучение, есть такая вот матрешка, есть искусственный интеллект, это огромная область, да, в ней есть область искусственного и машинного обучения, и внутри огромной области машинного обучения есть еще одна область, тоже огромная, но меньше, чем область. Вот это, да, которая описывает глубинное обучение. То есть там такие вот, сейчас очень популярное название везде, там, смотреть какую-нибудь тендерную документацию, каких-нибудь крупных компаний, там везде будет глубинное обучение, нейронные сети, глубинное обучение, нейронные сети. То есть люди часто пишут, даже не понимают, что это такое. Вот, соответственно, здесь вот такой тоже, приведем пример, да, что машинное обучение – это не глубинное обучение, и глубинное обучение – это не искусственный интеллект, что это как бы не одно и то же, но они как бы при этом друг к другу вложены. То есть искусственный интеллект – такая более общая область, которая включает в себя то, что сейчас на хайпе, диплёрник. Ну, тут просто пример, вот он такую метрику интересно приводит, как Merchant Acquisition, то есть это в современном характеристическом мире бизнес развивается путём слияния и поглощения. То есть, грубо говоря, сделки, какая-нибудь компания, которая показывает хорошие результаты с точки зрения бизнеса, приходит более крупная компания и начинает эту компанию проглатывать. То есть более крупная рыба съедает более мелкую за счёт поглощения. Это один из способов развития бизнеса в современном мире. То есть если там 30 лет назад бизнес рос по принципу выращивания стартапов внутри себя, посмотреть там всех гуру информационных технологий, там 30-40 летней давности, они все свои исследования, разработки вынашивали в рамках, грубо говоря, внутри крупных корпораций. Там была корпорация TNT, была там корпорация Bell и так далее и тому подобное. Там Microsoft, был Google. То есть они как бы выращивали внутри себя инновации. Они их предлагали. Вот сейчас ситуация пошла по другому пути. Сейчас на первое место выходят стартапы. То есть есть целая инфраструктура сейчас, то есть инвесторы, которые ищут интересные идеи для инвестирования своих денег. Есть умные ребята, которые там в университетах учатся, организуют какие-то стартапы, берут там самые безумные и необычные идеи, пытаются их воплотить в жизнь. Вот потом находят себе ментора, инвестора, который инвестирует, помогает им. Там бизнес-ангелы, которые подсказывают, как нужно бизнес развивать. Вот они вырастают до какого-то небольшого бизнеса. То есть у них появляются уже клиенты, появляется какая-то текущая прибыль. То есть они начинают показывать какой-то рост. Вот после этого приходит огромная компания, там какой-нибудь Microsoft, там, не знаю, Mail.ru, Яндекс, и покупает. Если вы поразбираетесь, например, там тот же Илон Маск, например, он не придумывал ни Теслу, ни SpaceX. Это все были организации, которые еще до него появились. Вот просто в нужный момент он подключился за счет своих связей, за счет своей харизмы, привлек дополнительных денег. Вот, соответственно, начал этот бизнес масштабировать. То есть современный успешный бизнес, он, как правило, растет не внутри крупных корпораций, а он вырастает сначала где-то вовне, в таком, как бы так сказать, в теплице растет, где там с него пылинки сдувают, пока он маленький. Вот потом после того, как он вырастает до нужного размера, приходит какая-то крупная рыбка и начинает просто проглатывать, становится частью другой огромной компании. То есть если поработать в крупных компаниях, начиная от Luxoft, E-Pama, Siemens, вы посмотрите, что все продукты – это какие-то бывшие маленькие компании. То есть компания Siemens, где я работаю, берите любой продукт компании Siemens, вы увидите, что это 10-20 лет назад это была просто отдельная компания, маленькая, там, из 50 человек, которая что-то придумала. Вот в определенный момент просто Siemens ее купил, и это стало уже продуктом Siemens. То есть это теперь под брендом Siemens продается. Вот, то есть внутренние стартапы в крупных компаниях – это такая уже достаточно прошлого века, скажем так, подход. То есть они еще, конечно, иногда встречаются, но все меньше и меньше. То есть сейчас крупный бизнес делает ставку на стартапы. Поэтому если там вы хотите заниматься какими-то инновациями, придумывать что-то новое, то вам вряд ли нужно идти работать в большую корпорацию, вам скорее нужно идти работать в стартапы, какие-то небольшие компании. Вот, и, соответственно, здесь вот такая интересная метрика, вот эти, значит, операции поглощения, да, для компаний, связанных с искусственным интеллектом. То есть видно, что происходит экспоненциальный рост интереса крупного бизнеса к теме искусственного интеллекта. Там, если в 2012 году это была там одна сделка, то там в 2017 году это уже 35 сделок за год. То есть рост такой достаточно активный. Соответственно, что тут еще, о чем они говорят, да, что огромное количество появляется компаний. Ну вот даже то, что интересно, например, да, что там, если раньше там это были в основном такие IT-компании, то есть, грубо говоря, IT-компания поглощала IT-компанию, занимающуюся искусственным интеллектом, то вот, например, в 2016 году там крупнейший производитель сельхозтехники американский John Deere купил компанию, которая занимается автоматизацией сельского хозяйства. То есть они, по сути, их цель там создать интеллектуальный комбайн, который будет работать без человека. Вот я там в Люксофте работал, когда несколько лет назад компания, которая обслуживала компанию, которую купил Джон Дир, была куплена компанией Люксофт. То есть такая сложная схема, да, там, где все друг друга покупают. Оказалось, что там Джон Дир теперь там работает с Люксофтом, а потом Люксофт купил Dixie. То есть эти процедуры, они постоянно, но тут что интересно, да, что уже это не просто там IT-компания купила IT-компанию, что это уже промышленные гиганты начинают инвестировать активно в искусственный интеллект. Тоже довольно показательно. Я лично видел, как там эти комбайны Джон Дир на экране там отрисовываются, как они по полю катаются. То есть такая достаточно интересная технология. Значит, здесь приводится тоже пример тоже, что такой тоже экспоненциальный рост этих поглощений. То есть тут показаны компании, которые вот эти сделки заключали, то есть поглощали другие компании. То есть, как вот я сказал, да, что сначала это были такие гиганты, IT-гиганты, там, Google, eBay и так далее, Facebook. Вот, то сейчас уже тут уже не только IT, да, то есть тут вот и Джон Дир, и General Electric, и Ford, и Samsung, и Uber. То есть пошли уже вторая волна таких более... То есть компаний, которые больше связаны уже с реальным миром. То есть не те, кто там почту там или поисковики, да, а именно те, кто в реальном мире работают. То есть они тоже сейчас инвестируют очень активно. Ну, здесь не сейчас, это 16-й год, 5 лет назад, да, но сейчас еще больше их стало. Сейчас уже только ленивый в искусственный интеллект. То есть даже уже российское правительство сейчас в искусственный интеллект свою собственную стратегию разработало по искусственному интеллекту. У нас там уже, как я уже говорил, там первые Яндекс.Такси начали по Москве ездить с автопилотом. То есть так или иначе уже это везде. То есть все сейчас очень активно инвестируют. В первую очередь, потому что данных много, потому что нужно что-то с этими данными делать. Плюс автоматизация, роботизация, то есть исключение человеческого фактора и удешевление, соответственно, и увеличение производительности труда. Вот все это так или иначе приводит к тому, что крупный бизнес очень активно сейчас инвестирует в тему, связанную с искусственным интеллектом. Тоже очень важная вещь. Это такое есть рейтинговое агентство, Гартнер называется. Очень советую, запомни, все, кто интересуется инновациями, технологиями. Они каждый год составляют так называемую кривую Гартнера по различным тематикам. Вот у них по машинному обучению, по искусственному интеллекту есть отдельная кривая, которая показывает, какие технологии сейчас в какой стадии находятся. То есть у них общее их предположение, общая модель союз в том, что любая технология проходит так называемый хайп-цикл, цикл хайпа, когда на ранней стадии появляется какая-то прорывная технология, о ней пока еще никто не знает, кроме специалистов. Очень мало кто ее занимается, и постепенно она вырастает, начинает развиваться, становится популярной, доходит до некоторого пика популярности, когда только ленивый не пытается нейронную сеть засунуть в чайник. Потом происходит разочарование, люди начинают забывать про нее, и постепенно она начинает выходить на такой, скажем так, находит какую-то свою нишу и начинает выходить на какую-то такую стабильную траекторию по интересу. Вот здесь интересна как раз такая вот петля хайпа для технологий, связанных с искусственным интеллектом. То есть тут, начиная от виртуальной реальности, которую сейчас уже, по-моему, никого не удивить, там недавно корпоратив был, где мы там одевали очки виртуальной реальности и с автоматами бегали по какому-то залу темному, при этом там в очках вы видите, как вы бегаете по такой виртуальной арене, стреляете, приседаете и так далее. То есть это уже сейчас никого не удивить, уже там в Питере уже есть такие залы, где вы можете побегать. Ну и не говоря уже о том, что там в промышленности тоже. Очки виртуальной реальности уже только ленивые сейчас все не внедряют. То есть это и мониторинг, то есть вы можете там одеть очки виртуальной реальности, посмотреть на какой-нибудь привод и увидеть в реальном времени, как он, например, там разогревается или как он там крутится. То есть просто за счет моделирования, за счет реконструкции внутренних состояний вы можете смотреть, что происходит там в вашей машине. Ну или, например, там смотрите на какое-то устройство, пальцем там подвигали, да, и у вас там открылась в очках конструкторская документация на это устройство. Ну или там вот как был дипломный проект у кого-то в прошлом учебном году тоже по виртуальной реальности, где тренажеры. То есть человек там прежде, чем ехать в какой-то удаленный район на какое-нибудь там нефтяное месторождение, где там только вертолета можно долететь. Но сначала проходит инструктаж, то есть одевает очки виртуальной реальности и ходит по там установке, там у него проверяют там технику безопасности. Тренажер имитирует, тренер имитирует какую-то аварию и смотрит, как человек себя ведет. Вот, то есть виртуальная реальность сейчас никого не удивить, она такой хайп у нее прошел. Вот, и ну сейчас так втихую она везде сейчас внедряется. То есть очень многие заказчики, в том числе с которыми мы там работаем, они сейчас приходят и говорят, вот хотим себе виртуальную реальность. Там к дополнению к ней еще идет вот дополненная реальность, там сейчас определенное разочарование произошло с ней. Ну, по крайней мере тут, наверное, 2016 год, да. Сейчас она уже, соответственно, куда-то сюда уехала, виртуальная реальность сюда. То есть так или иначе тоже уже это, никого этим не удивить. Все там помнят историю про Google, который пытался свои очки внедрить. Как-то не особо оно у него пошло. Как уж, конечно, у него внедряли, вот когда все это было, уже какое-то разочарование было. То есть не хватало скорости интернета, какие-то очень минимальная функциональность у них была, при этом стоили они очень дорого, было много шума вокруг них. Вот, то есть есть какое-то определенное разочарование. Тоже тут самое про онтологии. То есть тоже очень, когда там еще 10 лет назад я учился, очень много нам говорили про онтологии, про базы знаний и так далее. Ну, что с ними делать, непонятно. Так, вопрос. С VR это облачное решение или локальное предприятие? Ну, на наших предприятиях облачные решения не работают, потому что есть требования по безопасности, по информационной, которые запрещают вам любые данные с предприятия выкладывать в облако. Вот, но сейчас постепенно там законодательство меняется. Сейчас хотят разрешать предприятиям хранить производственные данные в облаках, которые расположены в России. То есть там в первую очередь это Яндекс, Мейл.ру, МТС. То есть они будут операторами этих данных. Вот. После этого, возможно, будут какие-то облачные решения. То есть пока это все-таки речь идет о том, что это какие-то автономные системы виртуальной реальности. Там, ну, например, у Симминса там есть такой продукт, как Комос OpenSight. Это просто сервер, к которому вы подключаетесь, надеваете виртуальные очки и смотрите. То есть это такое локальное решение. Но это как бы не облако, это скорее такой сервер. Вот. Прямо облачное решение, я говорю. Пока вот огромное ограничение связано с тем, что облака на предприятиях под запретом. Это пока вне легального поля. Вот. Хотя вот с западными заказчиками, у них уже почти все в облаке. То есть они все в Амазоне, все сервисы у них все в Амазоне. Если вы там какую-нибудь турбину автоматизируете, вы можете там в Амазоне подключиться. То есть вам просто сервер разворачивает в Амазоне с нужным приложением, которое там мониторингом занимается. Вы можете, соответственно, просто зайти и посмотреть. Из любой точки мира. Вот. То есть на западе вот все сейчас идет в облако. То есть стараются уже не заморачиваться с какими-то своими облаками. В России пока еще делают такие автономные облака внутри предприятий. Это тоже одно из таких хайповых направлений сейчас. Оно вообще с искусственным делом никак не связано. Вот. Но тоже у Гартнера есть на кривой написано, что private clouds, то есть облака внутри предприятия. Вот. Ну вот в наших предприятиях, да, это очень-очень-очень любят. Там лет... Наверное, пять назад был хайп вокруг суперкомпьютеров, так называемых. Очень комичное название, которое там наш президент Медведев ввел в свое время наряду с нанотехнологиями. Вот. Это тоже был период, когда все наши предприятия себе покупали суперкомпьютеры. Вот. Сейчас это все переименовали в облачную инфраструктуру. Хотя раньше эти суперкомпьютеры тоже, по сути, являлись облаком. То есть их использовали как облако, но облако в рамках предприятия. То есть заменяли зоопарк виртуалок, каких-то компьютеров на, как они называли это, суперкомпьютер, который, по сути, был таким локальным облаком, где вы могли разворачивать виртуальные машины и, по сути, такие рабочие места. Вот. Поэтому, да, с предприятиями все сложно, с VR, да, пока все это автономно, без облачных решений. Вот. Но я думаю, что это вопрос только времени. Значит, ну, здесь много чего еще другого, да, то есть тут тоже сейчас на хайпе было, по крайней мере. Сейчас уже, как, по-моему, их спадает. Это различные советники, всякие интеллектуальные боты, чат-боты, которые вам что-то подсказывают, которые из всех дыр вылазят сейчас на сайтах. Вот. Ну, и в том числе интересно, вот, наверное, для, так, с точки зрения образования, да, посмотреть на то, что... с точки зрения машинного обучения будет в перспективе. То есть тут они еще отмечают разными маркерами, когда примерно технология выйдет на стабильную проекторию, то есть сюда, да. Вот, например, там самые перспективные, такие самые, скажем так, перспективные, с точки зрения, что там через 10 лет они будут актуальны. Клантовые вычисления тоже сейчас огромный хайп в 20-м, 21-м году вокруг машинного обучения с помощью клантовых компьютеров. То есть клантовый компьютер – это, по сути, такой аналоговый компьютер, который позволяет вам считать, делать вычисления не путем последовательных операций, как в классической машине Тьюринга, а путем, по сути, такого аналогового моделирования. Вот, и эта вот, скажем так, идеология, она очень хорошо ложится на идеологию искусственных нейронных сетей. Это тоже, по сути, такое... Там все изначально заложено как для того, чтобы это делать, например, на аналоговых компьютерах, а не на цифровых. То есть можно с помощью цифровых промоделировать нейронную сеть, но изначально как бы в мозге человека вообще сама идея коннективизма стоит в том, что у вас есть некоторая сеть из маленьких независимых элементов. То есть такой своего рода аналоговый компьютер, который в части... То есть есть определенная надежда на синергию квантовых компьютеров и нейронных сетей, которые позволят радикально увеличить емкость нейронных сетей, скорость обучения, скорость принятия решений. Пока, конечно, все это очень-очень такое абстрактное, теоретическое. То есть даже пока еще нет такого более-менее нормального квантового компьютера. То есть там про 20 кубит говорят, про 50 кубит, хотя нужно 1000 кубит, чтобы это стало актуальным. Но уже есть целая инфраструктура. Там тот же IBM, например, он запустил облако, в котором вы можете поиграть с реальным квантовым компьютером. То есть у них есть... Они уже там запустили такую мелкую серию квантовых компьютеров, которые они объединяют сейчас в облако. И вы можете там как компания или как университет приобрести процессорное время на квантовом компьютере. То есть там появляются языки программирования, с помощью которых можно программировать задачи на квантовом компьютере. То есть это такая целая огромная революция грядет, пока она еще так достаточно слабо чувствуется. То есть скорее только так в научной среде. То есть там обычные программисты, может быть, даже не подозревают об этом. Но грядет вот такая вот революция. Ну и, соответственно, там ей сейчас говорят, что 10 лет, больше, чем 10 лет. Ну, сейчас по самым оптимистичным оценкам, там раньше 30-го года массового внедрения квантовых компьютеров пока не стоит ожидать, потому что очень много проблем с их созданием. Но когда это произойдет, скорее всего, это рано или поздно произойдет, это будет тоже некоторая такая смена направлений. То есть поменяется сама парадигма программирования, находящегося на грани технологий. То есть как там 20-30 лет назад на грани технологий находились языки высокого уровня, вроде C++, через 10 лет на грани технологий и инноваций будет программирование для квантовых компьютеров. Но уже там очень популярно, в том же Сколково, там есть целые группы, которые занимаются этим программированием. Они пока никаких реальных продуктов не делают, они скорее какие-то примеры, какую-то экспертизу накапливают, чтобы когда произойдет прорыв, соответственно, не отстать от всего остального мира. Ну и тут много чего еще интересного, в том числе нейроморфик хардвер, то есть железо, подобное реальному мозгу, ну такие какие-то фантастические абсолютно вещи. Не могу сказать, что это прям все знаю, что тут написано, но кому интересно, можно поизучать. Какие-то объемные дисплеи и так далее и тому подобное. Вот, то есть тоже достаточно интересная штука, понаблюдать, то есть каждый год они такие петли выпускают, вот понаблюдать вообще, куда все движется, то есть куда инвестировать свое время, например. То есть если денег нет, инвестируем время свое. Какие технологии изучать, чтобы быть в курсе. Так, значит, что еще? Так, картиночки всякие. Да, тут тоже важный момент, да, что сейчас, ну, value на английском это, скажем так, прибыль, не знаю, как правильно это назвать, капитализация, да, там, или ваш доход, там, мера вашего бизнеса, от чего она в первую очередь зависит? В первую очередь она зависит сейчас от данных. Если у вас нет данных, у вас нет бизнеса. Поэтому такие усилия сейчас складываются в развитие хранилищ данных. Ну, данные более-менее научились хранить, научились их обрабатывать за разумное время. Вот пока непонятно, что с ними делать. То есть, ну, если данных нет, соответственно, у вас нет бизнеса сейчас, современного, да. Если у вас данные появились, дальше вопрос алгоритмов. То есть, что с этими данными делать? Вот тоже вопрос нетривиальный, потому что данные, ну, глазами их не оглядеть, современные данные, это терабайты. То есть, даже там гигабайт данных вы не сможете как-то обработать. То есть, только какую-то статистику посчитать. Вот если у вас там терабайты, петабайты данных, ну, вообще бесполезно вручную это делать. Поэтому на втором месте у вас становятся алгоритмы. То есть, если у вас есть данных, но нет алгоритмов, то бизнес вы тоже не построите. Хотя есть шанс, что при наличии данных вы можете найти того, у которого есть алгоритмы. Без данных вообще вам ничего делать. Вот, потом уже идет железо, то есть сейчас это в меньшей степени интересно бизнесу, то есть железо сейчас дешевое, можно строить горизонтально масштабируемые системы, которые не требуют сложного железа, там, пример Гугла, который для того, чтобы не платить крупным компаниям типа Oracle, захоронили еще данных, решили, что давайте мы просто MySQL возьмем и начнем собирать из них кластеры. Вот, потом они поняли, что да, есть проблемы с этим свои, то есть когда у вас там тысяча компьютеров стоит, у вас там каждые два часа происходит поломка в этой системе. Вот, они начали делать резервирование, вот оттуда потом, ну, по слухам, оттуда потом выросла экосистема Hadoop, хотя Гугл говорит, что напрямую он Hadoop не использует. Вот, ну, так или иначе, железо сейчас в меньшей степени интересно, потому что есть алгоритмы, есть программные средства, которые позволяют вам строить очень сложные, очень огромные системы хранения на базе так называемого commodity hardware. То есть это коммерческое, это не какое-то ультра-современное железо, которое там в вакууме собирается вручную, да, там как Ferrari, там какой-нибудь или Porsche. Вот это обычное железо, которое вы можете купить, но если не в магазине, то как минимум заказать. То есть обычные коммерческие сервера, то есть это не, конечно, не десктопы и домашние компьютеры, обычные серверные стойки, то есть сейчас есть подходящий софт, там тот же Hadoop, который позволяет вам промасштабировать вот это вот обычное железо для того, чтобы получить там систему, обрабатывающую огромное массиво данных, заработающую с бигдатой. Вот поэтому железо сейчас уже в меньшей степени интересно. Вот, ну и на четвертое место поставили почему-то людей, ну, видимо, в связи с тем, что презентация по искусственному интеллекту, то есть, видимо, бизнес ставит людей уже на четвертое место. Ну, может быть, то есть сейчас есть тоже такой тренд, что все очень сильно упрощается с точки зрения разработки ПО. То есть есть, если там 20 лет назад программист, он все сам писал, начиная там от метода сортировки пузырьком и заканчивая, не знаю, там, юзер-интерфейсом, да, пользовательским интерфейсом. Вот сейчас уже программисты, там, в лучшем случае они там знают Python, на Python какие-то скриптики пишут, там, Java программисты сейчас вообще уже большая редкость, то есть, это сейчас все за ними охотятся. C++ программистов вообще уже почти никто не видит, не знаю, то есть, они где-то там сидят по каким-то legacy проектам, ну, и с железом, да, если нужно ковыряться, то да, там, C++, системное программирование. Ну, за счет унификации сейчас, как правило, это сокращается, объем работ, связанных там напрямую с работой с железом, там, с пользой C++, не говоря уже там про ассемблер. Вот, ну, и, соответственно, куда-то там дальше уже уходят пятым-шестым приоритетом, это инструменты для того, чтобы люди что-то делали. То есть, современный бизнес, он людей куда-то выдавливает уже на обочину. Ну, это картинка, которую мы с вами смотрели в предыдущей презентации, да, про рост данных, то есть, там была презентация 2014 года, там еще все тренды не были отображены, да, вот тут новый тренд, которого там не было, это переход в облако. То есть, там, 10 лет назад в облаке там какие-то доли процентов всех данных были. Данные растут экспоненциально, при этом также экспоненциально растет объем данных, загружаемых в облако. Там, начиная от видео, заканчивая вашими почтовыми письмами, которые якобы никто, кроме вас, не читает. Вот, все читается, все анализируется, все загружается в облако. За счет того, что, да, дешевое хранение, стоимость жесткого диска сейчас копеечная, поэтому проблем с хранением нет, поэтому все-все-все сохраняется. Вот, что с этим делать, непонятно, то есть, один из вызовов, это, вот, называется, unlocking dark data, да, то есть, данные, которые просто мертвым грузом лежат, вот, соответственно, попытаться их скрыть, проанализировать. Вот, идет борьба за данные, которые там внутри корпораций хранятся, то есть, они что-то накапливают, что с ними делать, непонятно. То есть, это огромнейший объем, я вот в прошлый раз уже рассказывал, да, про Google, который сидит оцифровывает, все книги, вот, YouTube, который все оцифровывает, то есть, что вот с ними делать, с этими данными, куда их, как их использовать. Они пока вот лежат мертвым грузом внутри этих корпораций, то есть, они их как-то для себя используют, вот, можно ли их использовать как-то, там, на благо всем. Значит, тут что у нас приводится, да, про алгоритмы, ну, что у них тут про алгоритмы, ой, все сломалось. Ну, тут какие-то общие опять фразы, непонятно, к чему все это, думаю, что мы это пропустим. Значит, да, финансирование стартапов, то есть, мы смотрели про слияние, поглощение, да, здесь скорее про финансирование стартапов, связанных с искусственным интеллектом, машинным обучением. Тоже такая метрика, которая показывает рост интереса за последние 10 лет к финансированию проектов, стартапов, как некоторых инкубаторов, где новые технологии появляются. Ну, частично та картинка, которая говорит, к сожалению, качество плохое, потому что оригинального презентации нет. Так, вопрос. Данные, которые генерируются на предприятиях, тоже копятся, я имею в виду эти. Да, это тоже огромное, ну, у нас ползаказчик сейчас, который, например, будет свой собственный дата-центр на заводе делать для хранения данных, которые там каждую секунду собираются с нескольких сотен тысяч датчиков. То есть объем данных на предприятиях, он такой огромный, что там один небольшой завод, там километр на километр площадью генерирует данных больше, чем там целый город с их твиттерами, ютубом и так далее. То есть это огромный вопрос. Более-менее понятно, что с ними делать. То есть очень активно сейчас внедряется предиктивная аналитика. Да, очень активно это используется, там тема такая называется предиктивная аналитика. Ну, например, самое простое – это предсказание отказов оборудования. То есть у вас есть данные о том, как оборудование используется, у вас есть данные об отказах, то есть когда произошел отказ, какого прибора, по какой причине. Есть система, которая, например, диагностирует отказ, то есть она работает по принципу усталок на датчиках. И нет-нет, речь не про отказ устойчивой системы, речь о том, что она говорит, когда произошел отказ. А задача состоит в том, чтобы заранее отказ спрогнозировать и высунуть, например, технику, которая придет и проведет внеплановый осмотр. То есть речь о некоторой такой, скажем так, не борьба с пожарами, а их предотвращении. Вот это очень сейчас популярная тема в промышленности. То есть предиктивная аналитика с точки зрения предотвращения отказов. То есть не момент, когда вам нужно отловить уже отказ, систему выключить и ее починить, а ситуация, когда вам нужно заранее спрогнозировать, что через месяц у вас прибор откажет или там установка откажет. Вам нужно прийти, ее проверить, смазать, и тогда можно еще 3 месяца спокойно работать. Вот примерно такая сейчас постановка. Ну и на самом деле примеров очень много, там и в энергетике, то есть, например, построение сейчас этих умных сетей в Европе, где вам нужно прогнозировать потребление вашего предприятия. Тоже нужно собирать данные о потреблении, нужно, соответственно, строить интеллектуальные системы, которые будут это потребление перераспределять, потому что гибкие тарифные сети, гибкие тарифные сетки, штрафы за превышение и так далее. Там используется все, вот все, что вот и есть, вот все 5 видов, они там используются. То есть там нет какого-то единого алгоритма, там кто во что гораст. Так, давайте еще один перерыв сделаем на 5 минут и переподключимся. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...